Всем привет! Мы Буршопис Клод и сегодня расскажем вам о новой поставке бренда Америка. Это новая коллекция, осень-зима, 19-20. И начнем с таких кед. Это вторая промодель Джастина Фигуэра, одного из моих любимых скейтеров, чувака из Осен Сайт, Калифорния. Вот такие вот кеды на капсуль подошвы. Я выбираю такую подошву, потому что она дольше держится, она не расклеивается, она очень хорошо цепляет. Эти кеды подойдут для любого стиля катания, несмотря на то, что, ну, типа, несмотря, где ты катаешься. По перилам? Типа, Фиги умеет кататься по перилам. По граням? Фиги умеет кататься по граням. Если ты гасишь в пули, типа, в боли, в рампе, в радиусах, Фиги катается в радиусах. Поэтому эти кеды универсальные, они для всех. Вторая моделька из новой коллекции – это одна из последних, наверное, моделек, которая представлена в России, Эндрю Рейнольдса. Это перезапуск Рейнольдс 3 на луканизированной подошве с технологией G6. Вот такая вот стелечка в зеленом свете, плодолитановая. Ну, и как мы все знаем, как бы, когда Рейнольдс носил третий Рейнольдс, он был в самом высоку, поэтому, чуваки, эти кеды подойдут хорошо для гэпов, ступеней, перил и всех таких движух. Советую. Ну, и как все мы знаем, Рейнольдс покинул Эмерику, и эти кеды – одни из последних, которые есть на прилавках сквота. В основном, типа, только сквот возит Эмерику, поэтому вряд ли вы где-то еще найдете. Приходите, забирайте свою последнюю пару Рейнольдс. Ну, еще одна новая моделька новоиспеченного райдера Эмерики – Эрика Винковски. Как мы знаем, этот чувак суперкруто катается в пулах, он просто ходит на руках по коупингам. Это нереальные вылеты, и этот чувак катается на аутскульных формах, на формах 70-х, 70-х годов. Мне кажется, он один из немногих, кто катается на таких досках везде практически. Он катается по перилам, он катается в пуле, катается во флоту. Поэтому эти кеды подойдут, в принципе, для любого стиля катания. Как мы видим, у этих кед резиновый мысок. Это сохранит кеды при кик-флипах и разнообразных вариациях флипов. Также массивный резиновый оли-пэт, что не позволит протираться везде кеду от оли, когда ты катаешься в пуле в радиусах. Также эта модель оснащена стелькой G6 по технологии Эмерики. Вот такая вот стелька, она очень плотная, из полиуретана. Ваши пятки скажут вам спасибо. Да, эти кеды мягкие, они высокие и, как бы, они должны сохранить ваш голеностоп от подворотов, от разнообразных вывихов ноги. Хорошая универсальная модель для разного катания. Кайф и ценник. И ценник у них тоже невысокий, хороший ценник для хороших скейпкедов. Стоят они 4 390. Вполне нормальная цена для 2019 года, я считаю, для таких технологичных и защищенных кедов. Самое то. Вулканизированная подошва. И белый стильный цвет. Ну и также, не зря же коллекция осень-зима. Есть вот такая вот моделька утепленная. Это мид силуэт Leo Romero. Вот такие вот кеды. Они внутри профлисованы. Вот. У них вулканизированная подошва. И весь верх у них выполнен из непровомокаемого нубука. Вот такая вот моделька хорошо подойдет для осени или начала зимы. В общем-то, эти кеды хорошо подойдут для европейской зимы. Минус 10, да, окей. Больше, я думаю, вряд ли. Лучше носить ботинки, если хотите сохранить ваши ноги. Ну и помимо кед, в этой коллекции есть большое количество одежды. Это именные signature модели одежды от Эрика Винковски. Это разнообразные толстовки, ветровки, шапки. И, в общем-то, все, что нужно для холодной русской осени. Ну и по традиции специально для вас разыграем одну из любых толстовок на выбор из новой коллекции осень-зима от бренда America. Для этого вам всего лишь нужно подписаться на канал, поставить лайк и указать в комментариях вашу страницу ВКонтакте. Ну и, естественно, сделать репост с видео этой записи. И тогда любая толстовка из коллекции Америка Восень-зима будет твоя. С вами был Барсовский Спорт. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok